всем привет с вами ту соус и сегодня мы приехали пулькулос поместья на новое исследование сегодня нам предстоит узнать если в этом месте привидения очень много легенд поэтому оставайтесь с нами что это было ты можешь это объяснить и общего в жизни такого не видел это ты меня трогал здесь я пытаюсь какое-то объяснение этому приду привет че че происходит че че я слышал шаги почему нам свет горит дверь закрывали брата у тебя мне кажется выбрал ты понимаешь это первая локация где мы начинаем получать ответы ну что ребят добро пожаловать на третью серию нашего сезона если вы не смотрели первые две серии то обязательно посмотрите они будут по ссылочке в описании ну а мы продолжаем пулькулы это древнее поселение ливов которое упоминается в документах уже в 13 веке здесь жило несколько семейств до 18 века поместьем владели семейства фон клод и правили им на протяжении шести поколений члены семьи в основном были фермерами солдатами и юристами в 1918 году поместье покинул ее последний владелец и последние 20 лет поместье пустовала в течение этого периода времени она подвергалась разграблению и вандализм в 1938 году здесь размещалась начальная школа сначала для 8-летних детей а потом для девятилетних а во время второй мировой войны здесь располагался госпиталь в мае 2014 года начальная школа была закрыта и здесь основали общественный центр поместье пуйкулэм для местных жителей и для общественности на самом деле непонятно кто является призраком нигде не было написано его имени вот даже просто мы ходили по всему поместью и изучали где мы конкретно сядем и запишем вот эту вот подводку для вас и просто произошло так что мы зашли в какую-то детскую комнату игрушечная лошадь и на ней была кукла я типа пошатнул у нее еще так как бы крипово открывались глаза и закрывались и с крисом произошло то что до сих пор мурашка вы можете не верить скорее всего никто из вас в это не поверит со мной никогда такого не было и не случалось то есть остаюсь смотрю как некий ткачают вот этот вот лошадь или что это было и сзади как будто ко мне кто-то подходит и делает вот так вот ну типа рубашку я в жизни никогда такого не испытывал но как будто реально кто-то взял и тебя трону я настолько громко крикнул и что некий тоже испугался и ну естественно это не попало на камеру видимо приведением не на камеры или мы дураки что не мы не взяли камеру с собой мы чисто так осматривались вот это реальное какое-то прикосновение я знаю я почувствовал я знаю что со мной было и я довольно таки ну сколько минут 20 я пытался в себя прийти после достаточное время как мы говорили здесь когда-то была школа и главным свидетелем всего паранормального был школьный сторож который чувствовал присутствие призрака и вообще говорили что он не враждебен и в то время ему было просто интересно понаблюдать чем занимался сторож сторож не боялся его скрип дверей и звуки шагов были не очень приятно мы ходили когда опять рассматривали тут все мы потом вам все это покажем конечно же мы довольно много слышали скрипов звуков но это объяснимо тем наверное что тут старые полы но некоторые звуки прям реально были странные и что самое еще важное те звуки которые слышу я некий не слышит а то что он слышит я не слышу да то есть вот мы сейчас когда я оставил на штатив камеру я вот просто там дальше есть зала и я слышал четкий такой вот прям как ну типа звук двери как мы говорили здесь был сторож и к нему как-то раз хотел прийти какой-то его не знаю старый друг в общем навестить его но когда они подошли к школе его собака начала себя странно вести то есть рычать скулить ну как будто что-то не давала ей сюда войти но самая странная и самая страшная история произошла когда в школе шел ремонт рабочие тогда ночевали в физкультурном зале рабочие после второй ночи заявили что больше не будут тут ночевать их было сколько их 20-30 было о причинах они долго не говорили хотя позже все-таки они рассказали что слышали ночью шаги понятное дело что из ремонта во всем здании образовалось очень много пыли и когда рабочие проснулись то на утро обнаружили что физкультурном зале отпечатки ног и то есть они как бы идут 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 и в какой-то момент как будто бы просто растворяются самым удивительно было то что школа была закрыта и кроме рабочих никого здесь больше не было позже они выяснили что это 44 либо 45 размер ноги еще нам экскурсовод рассказал такую небольшую историю в общем он делал экскурсию и там была такая группа наверно семья какая-то и вот они подошли к зданию и мужчина спросил у него у гида это нормально что вот он за нами наблюдает и показывает ну в окно какое-то и он такой смотрит кто он говорит ну вот вот этот вот мужчина и по моему они тогда он обернулся и все и этот мужчина исчез и нам рассказали что это скорее всего домовой как пишет в интернете цель призрака это следить за порядком поместья и еще есть инфа о том что на веранде вот она вот кстати сзади нас вот там в конце находится да там когда-то разбился один из детей баронов и сейчас полнолуны и ночи можно оттуда слышать тихий детский плач и еще нам гид как раз таки и поведал что в августе в какой-то плен день на краски на ступеньках появляется какое-то непонятное оранжевое или какое-то красное пятно ну вот такая вот история и такая вот легенда это вот скорее все какая-то как детская вот сейчас мы рассказываем вам как все это произошло я стою на этом месте вот здесь и состоит к и стоит здесь вот кукла я замечаю что она забавно сидит у меня приходит в голову идея что можно с ней сделать ее можно так вот взять шатнуть и у нее открывается и закрывается глаза то есть когда она поднимается вверх у них открываются глаза и это очень крипово выглядит и в этот момент когда я это делаю крис стоит прямо тут и что было но у меня вот так вот дёрнули я тут стоял я вот так вот заорал вернулся и где-то пару секунд стоял то есть представьте значит это кто-то зашел к нам тот момент когда мы здесь ходили так это причем здесь еще был на тот момент вечер и было очень светло солнышко еще светило то есть это кто-то кто хотел не знаю расскажем свои предположения но нам кажется что возможно это был ребенок потому что некий тут шатнул вот эту вот штуку и ребенок такой подошел ко мне сзади такой эй поиграй со мной идти я тут тоже есть так что у нас еще было на втором этаже почему нам свет горит мы эту дверь закрывали братан в общем наверх у меня третий этаж и не поднимались нет тут не было никого тут короче какая-то комната она больше похоже на какой-то чердак тут стоят какие-то зеркала лежит посмотри как будто бы труп да если что это все искусственное посмотрите что тут нарисовал вообще какие тут картины висят вот и вот это на вкусненькое тут было какое-то что-то блок это просто какие-то декорации для праздников наверное хэллоуин ну как тебе здесь как нет спокойно мне уже как-то становится здесь да здесь как-то более-менее мы начинаем сразу же с проверки легенды мы набрали песка мы будем воссоздавать эту ситуацию когда на пыли были следы ног . как будто бы ходил когда мы будем всю ночь здесь ходить то есть кусочек будет лежать и если вдруг кто-то пройдет то мы сразу же это поймем теперь первый раз такое ни разу такого еще не делали ничего как выглядит по моему хорошо попробуй наступить только здесь кто-нибудь ей дайте знак кто меня трогал зачем ты это делал какая была твоя цель кто-то серьезно чё тихо тихо спокойно спокойствие 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 подожди подожди чел не я далеко я вижу здесь кто-нибудь есть офигеть пройди моего прибора подойди к мр это что такое это что за серьезно так быстро мы только начали если ты здесь с нами пройди мимо прибора тогда мы поймем что ты с нами или просто подойди к нему докоснись но только не до меня но и поймем чел ты прошло две минуты ты здесь ты можешь сделать это еще раз подойди к нашему прибору ты мальчик с веранды мальчик с веранды я так понимаю это ответ да если да то подойди еще раз прибору ты владелец этой этого поместья если да подойди к прибору ответ нет ну да не заметила было было то есть ты владелец этого поместья если ты еще раз пройдешь то мы поймем что ответ да или ты ребенок если ты ребенок дёрни эти лампочки если ты мужчина тогда этого не делай если он сработает я все если ты здесь с нами еще пройди мимо прибора или пройди рядом с мр покажи что ты здесь если это был ты кто меня дернул за рубашку то тогда пройди мимо прибора или подойди к емф тогда мы поймем что это был ты подожди какого стоп подожди 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 ты здесь с нами ты здесь с нами ты мальчик ты или ты девочка если да то ты девочка да или вас несколько вас несколько ты ты стоп спокойно брат я спокойно я спокойно он до сих пор я понимаю пройди мимо этого прибора либо просто подойди к антенне и поднеси к ней к ней руку до сих пор и бут да чел давай я перезапущу окей давай так все перезапустили пройди мимо этого прибора чтобы мы точно поняли что ты с нами тебе просто подойти и докоснуться до лампочки до сих пор я правильно понимаю это ребенок который меня дергал за спину за рубашку точнее это ты это он с нами стоп ты хотел с нами поиграть да тут вообще непонятно что присутствует что задавать как у него просто все он до сих пор он до сих пор у нас он никогда так тут тут есть какие-то провода тут что-то есть тут ничего нету а что тебя связывает с этим местом ты здесь когда ты играл пройди мимо прибора ты там поймешь что да это ты на веранде умер это ты там упал и разбился ты здесь когда-то жил что это было ты можешь это объяснить я вообще никогда в жизни такого не видел у нас никогда никогда такого не было он до 3 доходил он доходил до 3 и спокойно и причем на наши вопросы он реагировал да он там даже и без вопросов просто фигачил это какая-то любая активность честно вот тебе признаться я вообще не верил что сейчас что-то было я вообще не был готов к такому я вообще я тоже был можно так так ты с нами если ты с нами то пройди мимо этого прибора тебе всего лишь нужно сделать пару шагов или подойди докоснись до антенки вот сюда вот сюда вот что есть до желтого до желтого опять доходило это вот есть то есть то есть вот тут ты прямо с нами рядом здесь он никогда себя так не бил и ребят тут нету ну нету тут ничего он не может просто так работать ну не может я с камерой далеко стою если тебе от 1 до 10 лет то подойди к прибору тогда мы поймем что да хорошо если ты старше десяти подойди к прибору если ты старше двадцати ты старше сорока ты мужчина это это ты был кто пугал тогда рабочих в этом физкультурном зале они слышали шаги и не могли здесь ночевать это был ты или это ребенок тут же как я сказал это ребенок братан это ребенок это ребенок и он сто процентов с нами хочет поговорить ты погиб там на веранде нет мы второй раз уже это спрашиваем нет это вряд ли если это ребенок то что то с ним другое случилось тебя здесь ты погиб здесь мучительной смертью ты умер здесь своей смертью хорошо если ты не хочешь об этом говорить мы поймем мы его уважаем это мы можем поиграть в прятки мы можем походить прибором ты можешь прятаться и не тебя найдем если ты хочешь так то может подойти к Already литра tesoro не было не было как этого вот здесь вот выгодишь стоящая просто не хорошо вот ты сейчас видишь да сейчас iDie если ты хочешь ну тогда пришлёшься прячься мы отойдем отчима вернемся а читаем до 10 12 18 19 20 кто не спрятался я не виноват нет мы идем искать давай стоп игра хорошо мы тебя не нашли подойти к нам обратно ты выиграл ты выиграл ты молодец тебе понравилась игра или ты хочешь во что-то другое сыграть дай нам знак что ты тут подойди к нам подойди к прибору как как это можно объяснить вот как вот вот как люди объяснят это я общий для люди скажут это постанова я не знаю у вас какой-то пультик в кармане и вы его нажимаете по этому лампочки дергаются но мы снимаем как все есть по правде и это не были мы давай закрепим хорошо ты здесь один ты здесь один или вас несколько вас несколько вас несколько сколько вас 2 если вас несколько зажги лампочку если ты один сколько вас здесь человек от 1 до 5 тогда зажги это надо пить ему вот 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 или больше пяти ну нет это не может быть такого больше пяти что происходит происходит пройдите пожалуйста мимо этого прибора подойдите к антене и дотронитесь для нее это не особо сложно вот как я вот так ничего сложного в этом нет пожалуйста ладно хорошо давай подытожим именно если вы не хотите проходить мимо этого прибора то зажгите лампочку офигеть что это такое они не хотят они не хотят вам нравится только емф чел ты понимаешь то что нам на вопросы отвечают сразу же это же видно на камере хорошо а вы не хотите пройти мимо песка если не хотите зажигите лампочку как мы можем тебе помочь мы можем тебе как-то помочь жги лампочку да ты понимаешь что сейчас происходит некий ты понимаешь что что внутри видишь что это третья локация в сезоне я считаю что это гигантский ну это просто не объяснить я общину я не понимаю я вот честно я не был готов к такому я вот честно я не был готов к такому никто не был готов мы пришли и через две минуты все началось сначала когда ты сказал то что она начала дергаться от куда тебе показалось потом я это увидел все ты обитаешь только в этой комнате зажги лампочку и сюда не в других комнатах кто-то тоже обитает зажги лампочку и сюда сих пор то есть их здесь несколько и здесь несколько дожди хорошо стоп просто посмотрим сейчас теперь я задал вопрос на веранде нарисованы кресты ты знаешь почему они там нарисованы если да зажги лампочку хорошо подожди стоп не задаем просто я задаю вопрос первый крест который около входа там упал мальчик и умер это правда зажги лампочку может не хочет говорить просто про смерть ладно подожди хорошо может быть это неправда но тогда спросим еще один вопрос там есть под сидением еще один крест да там кого-то убили это правда зажги лампочку агит был прав давай подытожим их здесь несколько они живут в разных комнатах на веранде под стулом реально кого-то убили с нами разговаривает мальчик ты понимаешь это первая локация где мы начинаем получать ответы мы приезжаем у нас есть вопросы и сейчас мы получаем наконец-таки ответы просто это я причем вот прям ты задаешь вопрос ты ждешь ответ все сразу сразу то есть не надо ждать готовы нигде не были никуда мы просто это первая локация я не знаю что сказать снимаешь мы реально говорили с призраком мы сейчас говорили с призраком и это не какая-то фантастика мы просто еще сели вот мы вот опять мы никуда не уходили мы просто сели и сидим я пытаюсь какое-то объяснение этому придумать но я не могу но я очень рад мы так рассказываем зрителям легенду мы рассказываем зрителям историю и то есть зритель который слушает он же нам верит и некоторые зрители могут не верить то есть что мы рассказываем и здесь вот краски что мы рассказываем про легенду что мы рассказывать про убийство здесь вот вот пожалуйста мы нашли ответ мы вам рассказали про это мы вам сейчас вот это доказываем через эксперимент через эксперименты да то есть вот вот вам доказательства того что мы все это делаем не зря и мы стараемся выкладываемся на максимум по ходу все-таки что-то есть потусторонние видимо мне не показалось когда меня трогать вот мы их детской что папа он до зрения доходим стоп стоп здесь с нами кто-то есть да иди мы только сюда вошли мы только сюда пришли ты с нами был внизу зажги лампочкой сюда это не ты это кто-то другой другой это ты меня трогал здесь ты хотел привлечь внимание туда было было бы нет я слышал там звук а там было загорелось ждем как это стоп тихо стой не где-то он тут срабатывают опять подожди столь визу что что ты принесла что это дверь она издала такой скрип только что была дверь скрип ответ да да это был ты чел 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 ты здесь один зажги лампочку суда на один положено вот смотри для зрителей вот тут что-то происходит вот иди ближе я подойду сюда он с нами ходит ты за нами ходишь пройди мимо прибора чтобы он запищал или докоснись до лампочки тогда мы поймем что ты с нами это такая же игрушка как этот прибор ты можешь не бояться пожалуйста докоснись до антенны мы ничего тебе плохого не желаем пожалуйста ты понимаешь что тогда я тебе серьезно говорю был скрип двери и это не может быть вот ходе надо это был такой типа значит вы когда дверь скрипит и и открывается вас проецируем ситуацию которая была днем не хочу хочу что не хочу я рядом с тобой вот я жду до меня до касались опять тебе нравится эта игрушка зажги лампочку и сюда да тебе нравится что мы с ней играемся да прикольно подожди я вот отойду да он зад он с нами ходит братан он везде фигачит тут есть электроника здесь столь 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 идем сюда тысно было ты с нами ты один до желтый ну подожди давай не будем чё спрашивать хорошо я тоже у меня я постоянно горячий дожди привет он тебя мне кажется выбрал ну ты нравишься тебе нравится крис зажги лампочку и сюда смотри а тебе некий нравится даже чё чё как-то да тебе некий нравится больше чем я видишь тебе нравлюсь я тебе можешь ли дать какой-нибудь звук можешь сделать стук постучать скрип двери чё чё я не понимаю вообще он до сих пор он до сих пор смотри он тут это да всё смотри прям рядом с нами чё это за цики цики были ты издал звук чтобы он понял что тут что да а ты можешь отойти от прибора не делай сейчас ничего подойди обратно подойди сейчас офигеть мы шли сюда большого зала у меня был все это время он включен он ни разу не пик мы пришли сюда я включил и он все сразу мы поднимались и он знаешь как будто бы обрадовался что тут идет к нему потому что может это другое да ну что ждал может он не может спуститься да 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 я предлагаю сделать так давай пошли в соседнюю комнату вообще которую там включение м.ф. попробуем там поговорить на подойди прибору если ты с нами зажги лампочку если ты с нами этот стук это был ты зажги лампочку следа слушай тут ничего может быть эта комната занятая или сюда и вход запрещен прикинь началась к порогу подойду вам нельзя сюда я должен вам нельзя сюда заходить если это так подойдите к прибору может они вообще через порог не могут выйти поэтому и прибор миша он за порогом стоит думаю что это вот туда поставить давай были потусим этой комнате давай попробуем пойти туда переместить рэмпот чуть ближе в комнату поглубже с нами кто то сейчас здесь есть если да то зажгите лампочку вам эта игрушка больше нравится или вам не нравится когда она просто лежит может мне ее взять в руки и тогда вам будет легче сейчас кто то с нами здесь есть ушли по моему поэтому я считаю не могу через порог ходить помнишь он же сказал что его кукла это любимая давай ты сейчас дотронься до куклы если он тут у наверно я думаю точно откликнется можно я поиграю с твоей игрушкой ты здесь с нами зажги лампочку и сюда тебе всего лишь нужно подойти поближе видно кто то видно ушел что то не понравилось может мы ушли он тоже ушел понимаешь то что мы первый раз за все выпуски имеем дело с детьми и именно дети нам ответят дети то это ладно я просто ну я просто в шоке я в шоке с того что нам реально откликнулись то есть нас верят как бы ну как бы позволяют нам пообщаться прикоснуться к истории это достойно уважения это на самом деле очень круто я участвую думаю вот где мы тут только не ходили бы и мне почему-то все равно на подставленном уровне тянет в те комнаты то есть мне почему-то кажется что в тех комнатах какая-то лютая энергетика их ничего не связано с этим местом и они просто нифига тут находиться или ну или по каким-то причинам они не могут сюда прийти самый интересный момент мы долго не были и можно проверить следы нет 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 больше не забыл более менее что-то похоже но это не след это что-то другое Если это тот же самый ребенок, с кем мы говорим, это твоя любимая игрушка, ты говорил. Мы можем с ней поиграть? Если да, зажги лампочку. Чел. Чел. Я слышал шаги. Я не знаю, микрофон ты записал или нет. Я слышал вон там, вот там, впереди. Просто, ну, как, я не знаю, два, может, шага. И я тебе серьезно говорю, я вот просто отвечаю тебе. В общем, мы узнали то, что он из семейства фон Клод. Эта комната его любимая. Он здесь жил довольно-таки долго. То, что у него здесь нет друзей. И то, что, скорее всего, он не может передвигаться по всему поместью. Знаешь, что я хочу сказать? А? Ты заметил, что чаще, если я задаю сейчас вопросы, он вообще не отвечает. Ага. Поэтому задавай ты вопросы. Мне кажется, он хочет больше тебе отвечать. Ты хочешь больше отвечать на Криса вопросы? Зажги лампочку, если да. Ну, я говорю. Поэтому задавай ты вопросы. Ты любил кататься на велосипеде? Зажги лампочку, если да. Ты любил заниматься спортом? Да. Чел, это очень круто. Это очень круто. Офигеть. Какой ты именно любил спорт? Ты любил футбол? Зажги лампочку, если да. Если ты любил футбол. Да. А ты любил баскетбол? Да. А волейбол ты любил? Да. Давай, перезагружу. Давай. То есть, мы правильно понимаем то, что ты любил и волейбол, и футбол? Да. С нами где-то здесь стоит прямо. Прямо рядом. Хорошо. Окей. Подойди ближе сюда ко мне. Тихо. Чел. Тихо, ты спокойно. Чел. Тихо, ты спокойно. У меня телефон был, как раз. Подожди. Подожди, 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 подожди. Телефон мне, да? Спокойно. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Все окей. У нас просто вырубился свет. Ты это снял? Да. У нас вырубился свет. Так, знаешь что? Нам нужно сходить за бачей. Мы отойдем, но мы вернемся к тебе, хорошо? Подожди буквально минут пять. Фиги, чел. Чел. Чел произошел вообще? Как мы и говорили, мы вернулись. Ты еще с нами? Зажги лампочку и следа. Неужели он ушел? Нет, он здесь. Он еще с нами. Ты с нами? Зажги лампочку и следа. Только что же было. Ты же с нами? Да. Офигеть. Привет. Может он с тобой хочет пообщаться? Мы можем в другое место отойти. Тут стоим. Чисто так. Опустим в эту комнату. Он за нами идет. Он за нами идет? Да. Да, да, да. Он за нами идет. Могли не уходить. Давай вот так идем. Нет, не туда, туда, туда. Смотри. Он за нами идет. Офигеть. Подожди, давай идем сюда. Он просто за нами передвигается. Ты идешь за нами? Зажги лампочку и следа. Да. Тебе нравится, что мы здесь с тобой сейчас? Да. У нас не было друзей, поэтому... Да, да, да. Ты здесь один с нами? Зажги лампочку и следа. Да. Ты здесь всегда один? Да, дожил ты даже дошел. Тебе когда-нибудь дарили подарки? Нет. Нет. Офигеть. Ты чувствуешь эту комнату своим домом? Да. А тебе нравится то, что тут очень часто бывают разные люди? Да, ему нравится. Ему нравится внимание. Да, ему нравится люди. Потому что ему одиноко. Конечно, конечно. Я могу задать откровенный вопрос? Скажи... Зажиги... Да, дожил. Да, дожил. Принт желтый. В поместье происходило что-то ужасное? Зажги лампочку и следа. Да. Он просто за нами едет. Он надевал. Он как будто за... Он ходит за ЕМФом, как будто за игрушкой, знаешь? Ты сейчас на кровати? Зажги лампочку и следа. Да. Ты знаешь что-то, что случилось на веранде на лестнице? Зажги лампочку и следа. Видишь, брат? Да. Да. Это как-то связано с тобой? Зажги лампочку и следа. Нет. Может, это был кто-то другой. А он здесь просто другой ребенок. Да. 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 Нам было очень приятно, безумно приятно. Большое, огромное спасибо, что ты с нами пообщался. Ответил на вопросы. Желаем, чтобы у тебя все было хорошо. Мы тебя безумно уважаем и никак не хотим и не хотели до этого обидеть. Да, он тут загорелся. Если мы как-то тебя вдруг обидели, то прости нас. Но есть одна вещь. Что мы сейчас уезжаем. Ты не можешь за нами следовать. Извини. Потому что у нас есть свой дом. А у тебя есть свой дом. То есть это поместье. Каждый день сюда приезжают люди и... Да, я понимаю, что с тобой никто не общается. Это очень грустно. Но нам уже нужно уезжать. Поэтому ты не можешь за нами следовать. И ты остаешься здесь. Это твой дом. А мы уезжаем в свой дом. Очень еще раз благодарим за то, что ты с нами сегодня побыл какое-то время и поговорил. На прощание. Зажги лампочку. Расстроился, наверное. Ладно. Пока. Пока. Наступил тот самый момент, когда нужно подвести итоги. В первую очередь мы хотим сказать огромное спасибо Пульку с поместью за то, что нас тепло приняли. Все показали, все рассказали и предоставили такую возможность. Поэтому все ссылки в описании. Я даже не знаю, что сказать, потому что сегодня произошло то, чего мы вообще не ожидали. Выбор за вами, верить нам или нет. Но мы говорим как есть. И это правда ли? Нам нет смысла врать. Мы это делаем все от души. Показываем вам как есть. Спустя столько времени нам удалось что-то уловить. И я буду от этого довольно долго отходить. В принципе, вы сами все видели. Да. Это вот думаю на самом деле реально не нужно долгих речей. То есть не будет разговора длинного о том, что сегодня просто был какой-то невероятный день. Что мы запечатлели просто что-то вообще невероятное. То есть этого не будет. Мы... Вы все видели сами прекрасно. То есть мы максимально постарались сделать так, чтобы вы все сами прочувствовали, сами все поняли. И у вас точно не осталось никаких сомнений. Ваш выбор, верите или нет? Обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк, нажмите на колокольчик и напишите комментарий, как вам вообще этот выпуск. И что вы вообще об этом думаете. Мы очень сильно старались. Дальше будет еще все масштабнее и лучше. Вот следите за нами. И увидимся с вами в следующем выпуске. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok